добрый вечер уважаемые друзья коллеги и партнеры у нас сегодня с вами четверг вечер четверга рыбного дня дайте пожалуйста обратную связь как меня слышно видно вот если все в порядке поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате сегодня мы с вами будем разговаривать точнее общаться на тему компании skyway capital и послушаем презентацию до данной компании предложение которое наделает каждому инвестору хотел бы уточнить какие города у нас сегодня с вами есть я видел что у нас есть гости из литвы у нас есть челябинск да вот нам передали привет у нас есть немцы московские которые сказали gutten abend вот москва приветствую москву вещаем это же из столицы российской федерации из бизнес-центра водники так но я так понимаю люди не хотят признаваться откуда а вот у нас и жест приветствуем удмуртию приветствуем жуковский подмосковье хорошо коллеги судя потому что вы поставили плюсики слышно виды меня хорошо приветствуем израиль рада вас видеть любовь вот так не совсем понял что было написано внизу но я думаю потом мы разберемся и так коллеги две части да то есть два наверно цикла два блока информации первый из них это непосредственно технологии который разработал натуре дарыч юницкий то технологии которую мы сегодня благодаря своей деятельности инвестиционной деятельности выводим на мировой транспортный рынок до в первую очередь я вижу санкт-петербург я вижу киев очень здорово и так коллеги у нас есть целый ряд новостей касаемо развития технологии это здорово я думаю что большинство из вас уже в курсе того что произошло вчера и вчера был вебинар на котором присутствовал лично генеральный конструктор струнного транспорта да и генеральный директор предприятия которое находится у нас на территории республики беларусь предприятие называют струнной технологии президент группы компаний skyway анатолий дарыч юницкий вчера было более тысячи трехсот человек на вебинаре вот анатолий дарыч юницкого много времени не было он сказал нам важные новости которые мы сегодня с вами поговорим на слайде тоже информация отражена и так коллеги двигаемся вперед приветствуем казахстан усть каменогорск был вашем городе вот недолго правда проводил презентацию больше года назад есть у вас хоккейная команда торпеда вот дай бог чтобы она чаще выигрывала и радовала своих болельщиков и так коллеги компания skyway капитал то есть нам вот буквально через неделю уже фактически исполнится год да мы достаточно молодая компания которая не работает еще полного года на инвестиционном рынке приветствуем азербайджан какие основные положения можно выделить по нашей компании то что мы зарегистрированы территории британских островов великобритании регистрационный номер вы видите здесь на нижнем слайде слева точнее на нижнем рисунке на этом слайде компания является официальным партнером группы компании skyway и мы с компанией рассосисти входим в один холдинг который называется и рассос холдинг да не в райзен рейд skyway холдинг мы занимаемся привлечением инвестиций целью финансирования строительства на демонстрационного участка на территории республики беларусь где будет продемонстрирован данный вид транспорта данный транспорт покажет все свои преимущества по сравнению с теми технологиями которые мы владеем на сегодняшний день используем повседневной жизни вот затем будут проведены сертификационные работы и после этого мы сможем выйти на мировой транспортный рынок и на мировой рынок инвестиций с теми пакетами долей компании которыми на сегодняшний день владеют наши инвесторы компания своей деятельностью как вы понимаете способствует введению нового вида транспорта на мировой рынок и что очень важно в прошлом году когда мы начали свою деятельность переняли опыт корневой компании rsv system по привлечению инвестиций то есть была выбрана платформа краудинвестинга то есть это привлечение денежных средств от обычных физических лиц от таких людей таких таких людей как вы то есть инвестировать нашу компанию может абсолютно любой человек разного скажем так социального положения разного возраста вероисповедания и проживающий фактически в любой стране мира это очень важно и мы переняли этот опыт только потому что данная платформа хорошо себя зарекомендовала и дала ощутимые результаты фактически все что на сегодняшний день построена у нас на территории республики беларусь а мы об этом сейчас с вами будем говорить она построена не на деньги каких-то крупных частных инвесторов не на государственные деньги да там огроменные которые как правило выделяются в транспортную отрасль у нас есть целый ряд государственных монополий вы знаете да именно в этом направлении эти монополии с удовольствием прожирают миллиарды рублей долларов если мы коснемся россии в других странах это могут быть там монаты тенге гривны те же самые евро и так далее так далее то есть транспортная утрасль она очень энергоемкая и денежно емко да то есть огромные денежные средства крутятся в этой отрасли и в принципе если мы посмотрим да под любым углом на транспортную отрасль мы поймем что транспорт это та сфера нашей жизни которая затрагивает практически наверно 90 процентов людей проживающих на территории земного шара может быть даже больше потому что у нас не так много мест осталось здания обжитых есть еще скажем так племена которые никак не могут подпустить себе цивилизованных людей назовем это тогда то есть осталось не так много этих мест но тем не менее те кто живут каких-то крупных средних небольших городах деревнях да нам периодически нужно передвигаться нам нужно что-либо перевозить соответственно транспорт для нас очень важен вот те кто считает что транспортная сфера важно в жизни каждого человека поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате на данном слайде вы видите человека который является создателем струнных технологий это анатолий дар еще низкий многие из тех кто присутствует сегодня в комнате наверняка уже слышали видели анатолий дар еще низкого кто-то может быть даже общался с ним живую да на какой-либо конференции которых было достаточно много да и в четырнадцать пятнадцатом году когда вот началось движение по системе крауд инвестинга был проведен целый ряд конференций международных конференций в разных городах российской федерации и других странах на которых присутствует анатолий дар чиницкий вот анатолий дар дач начал разработку своей технологии в далеких 70-х годах еще прошлого столетия в 77 году была подана первая заявка на изобретение его можно назвать советским российским белорусским ученым да потому что корни это действительно белоруссия он родился в гомельской области вот за время разработки внедрения технологии о которой мы с вами сегодня говорим анатолий дар еще низкий руководил двумя проектами организации обменных массов то есть было выделено два гранта на развитие и внедрение данной технологии то есть эксперты такой структуры как он давали свои заключения давали свои оценки тому что разработал анатолий дар чиницкий и принимали решение что да необходимо выделить денежные средства чтобы данные технологии развивались и от этого будет польза всему миру в 80-х годах прошлого столетия анатолий дар дач стал членом федерации космонавтики сср который кстати одна из первых структур на территории советского союза признала до перспективность развития использования будущем технологии разработанных юницкий за это время у него было более 140 различных изобретений несколько десятков из них сегодня используются в целом ряде направлений развития промышленности сельском хозяйстве у него 18 монографии более 200 научных работ с целым рядом из которых вы можете познакомиться на его сайте вы видите внизу ссылочка 3wunitsky.com там достаточно большой объем информации технической информации экономической информации там большое количество видеоматериалов то есть если вы впервые например слушать о технологии хотите подробнее обо всем об этом узнать вы можете легко зайти на сайт анатолий дар дач юницкая и познакомиться с огромным количеством материалов которые там размещены ну что еще хотелось бы сказать про антолий дар дача у него три высших образования и знания полученные им он использует сегодня на практике свои технологии это инженер транспорта патентное право изобретательства второе образование третье проектирование строительства инфраструктурных зданий и высотных зданий инфраструктурных сооружений прежде чем рассказать краткую историю да у развития технологий в целом а условно эту историю можно разбить на четыре этапа мы сегодня находимся на четвертом этапе развития не skyway технологии да потому что она так стала называться буквально недавно а именно струнных технологий потому что именно так они назывались с конца 70-х годов и по сей день и опять же я думаю для кого не приоткрою завесу то что струнные технологии это не только транспорта который мы говорим второго уровня да это также строительство мостов по струнным технологиям это строительство взлета посадочных полос аэропортов аэродромов это струнные порты которые могут быть вынесены от береговой линии в акватории морей озер океанов да что экономит огромное количество денежных средств и строительных материалов можно использовать естественные глубины тех местах где мы хотим строить эти порты это технологии которые затрагивают очень широкий спектр до нашей с вами жизни и конечно основное правда внимание мы уделяем именно транспортной сфере наши с вами жизни есть четыре вида транспорта которым активно используем транспортные системы автомобильность транспорт железнодорожный транспорт воздушный это самолеты до авиация и речной морской это водный транспорт есть еще транспорт который выводит на орбиту небольшое количество грузов не совсем малое количество людей да то есть это космические технологии но мы сегодня их не очень активно используем в основном для экспериментов выживет ли белая мышь да если кормить на орбите там каким-то специальным кормом вот либо как быстро зацветет кактус если мы его подымем на международную космическую станцию так далее так это делает конечно надо но наверное кого интернатур и даже еще низкий и за этим на будущее в развитии человечества нам нужно действительно облагородить то место в котором мы живем а эта земля это поверхность этой земли да то есть мы живем на этой планете данная технология которую он говорит может значительно улучшить жизнь людей непосредственно здесь и сейчас итак коллеги ролик хочу вам включить который расскажет вам о технологии транснет да то есть технологий транснет так называется скажем так следующий шаг развития человечество это можно сказать переход шестой технологический уклад, это следующий вид мировой паутины. Один нам с вами хорошо известен, это интернет, который мы с вами сегодня используем в полный рост, а буквально 15-20 лет назад для многих это было не то, что диковинка, то есть огромное количество людей даже и слыхом не слыхало, что такое интернет. Сегодня мы с вами можем, не выходя из дома, заказать продукты нам домой и доставить, мы можем, скажем так, купить то, что нам необходимо в интернет-магазинах, мы можем оплачивать банковские счета, мы можем обучаться дистанционно, то есть не передвигаясь куда-то за тысячи километров, поступить в какое-то высшее учебное заведение, достаточно большое количество сегодня используют дистанционный способ обучения студентов и обучаться в том направлении, которое мы выбрали. Так вот, транснет это та технология, которая впитает все преимущества интернета, но это вид мировой паутины, который будет осуществлять перевозку угрозов у людей. То есть это следующий шаг, давайте об этом мы с вами посмотрим ролик и потом продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, коллеги, ролик я думаю продемонстрирую вам кратко, что из себя представляет новая инновационная транспортная система. Вы заметили то, что дорога подията над землей и решается огромное количество тех проблем, которые связаны с транспортной отраслью. Мы об этом тоже с вами немножко позже поговорим. Теперь перейдем к истории. Достаточно кратко, потому что буквально еще год назад мы подробно останавливались на каждом этапе, рассказывали там чуть ли не о каждом событии. Сейчас, наверное, на это не хватит времени, потому что у нас много новостей произошло и за последние годы, за последние полтора года в развитии нашего проекта. Итак, первый этап условно это конец 1977 года до середины 90-х. До середины сложного времени, помните, да, все там про 90-е вспоминают, что было крайне трудно выжить и так далее, и так далее. Но, как кстати в заключении, в тексте, который пришел в новостях по поводу заключения Министерства транспорта Российской Федерации, да, вот именно в тяжелые времена появляются какие-то новые технологии, которые могут улучшить жизнь человечества в целом. Так вот, на первом этапе была подана первая заявка на изобретение Анатолию Адаровичу Министским, были первые научные публикации, признание было получено Федерации космонавтики СССР, прошла первая научно-практическая конференция на территории Республики Беларусь, это было в 80-х годах прошлого столетия, и был получен первый грант, то есть была выделена небольшая сумма Советского фонда мира на развитие данной технологии. Второй этап. У Анатолия Адаровича Министского была создана своя научная школа. Он провел большое количество испытаний в аэродинамической трубе в городе Санкт-Петербурге, и цель была это придание наиболее оттекаемой формы будущему подвижному составу высокоскоростного SkyWay в первую очередь. Именно в это время, по сути дела, были продемонстрированы первые действующие физические модели, тот, кто внимательно следит за нашей информацией, тот, кто внимательно смотрит новости, которые приходят в рассылке на электронные адреса наших партнеров. Вы наверняка видели в конце прошлого года ролик, который демонстрировал территорию нашего конструкторского бюро, где были продемонстрированы действующие физические модели в масштабе 1 к 10, и даже одну из них вывозили на территорию Экотехнопарка. Так вот, именно во время второго этапа был выделен первый грант Организации Соединенных Наций на разработку и внедрение данной технологии. И, по сути дела, была разработана технология первого поколения струнных дорог. То есть это как фанерный самолет Братьев Райт, который взлетел на несколько секунд, поддержался в воздухе, и потом, скажем так, приземлился обратно. То же самое было разработано в конце прошлого тысячелетия. Так это можно сказать. Очень важным периодом с 2001 по 2009 годы являлся третий этап развития технологий. Именно в это время в подмосковном городе Озеры, благодаря активному участию губернатора Красноярского края, тогда им был Александр Лебедь, был построен испытательный участок, испытательный полигон, именно так это называлось в то время, на котором были продемонстрированы возможности данного транспорта, отработан целый ряд методик. То есть была фактически отработана технология второго поколения. Именно в это время у Анатолия Даровича Юницкого было предприятие, которое называлось СТЮ, струнной технологии Юницкого, струнный транспорт Юницкого, извините, оговорился. Была получена поддержка, скажем так, целого ряда чиновников, их было немного, но в нескольких регионах Российской Федерации нашлись люди, которые заключили с предприятием СТЮ государственные контракты на строительство дорог в этих регионах. Это и Ханты-Мансийский автономный округ, это Хабаровский край, Ульяновская, скажем так, городская администрация активно принимала участие в том, чтобы продвигать данный вид транспорта. Важно, что в этот промежуток времени, именно на третьем этапе, в 2009 году, данная технология была продемонстрирована президентом Российской Федерации. На то время им являлся Дмитрий Анатольевич Медведев. Это был госсовет в городе Ульяновске. Ульяновский губернатор предложил внести технологию, разработанную Ницким, в список критических технологий, которые необходимо развивать. Опять же, 2009 год, все помнят, да, наверное, это был кризисный год. На что Медведев и сказал, друзья, денег особо нет. Это самая, что ни на есть инновация. Поэтому, если хотите развивать и найдете деньги, скажем так, двигайтесь в этом направлении. Но после госсовета было принято решение выделить порядка миллиарда рублей. На развитие данной технологии и планировалось в Ульяновской области начать развивать, да, там строить, возможно, тоже тестовый участок, полигом. Кстати, в подмосковном городе Озера планировалось построить дорогу от Озера до Москвы. И если вы будете внимательно смотреть фотографии на сайте того же Анатолия Дарьковича Юницкого, да, www.unitsky.com, там есть фотография, где Анатолий Дарькович сидит, скажем так, камень, закладка, нулевой километр тоже, да, дороги Озера-Москва. К сожалению, после данного госсовета в короткий промежуток времени, кстати, этот госсовет транслировался по центральным телевизионным каналам, был такой канал, раньше он назывался «Вести 24», сейчас-то «Россия 24». И на нем транслировался полностью данный госсовет, вы можете легко найти на наших информационных ресурсах, ролик «4 с лишним минуты», где как раз губернатор Ульяновской области предлагает нашему президенту внести технологию Юницкого в список критических технологий, которые нужно развивать на территории Российской Федерации. Так вот, к сожалению, как я уже говорил, после госсовета технология не взрывным путем стала развиваться, а наоборот, нашлись люди, которые быстро разобрали то, что было создано в подмосковном городе Озера, полигона не стало, демонстрировать было нечего уже, да, ни руководству страны, ни руководству, скажем так, целых отраслей промышленности. Но очень важный момент, который, наверное, произошел, то, что во время существования полигона в подмосковном городе Озера большое количество различных комиссий, а целого ряда структур Российской Федерации не только посещали полигон и увидели, что из себя представляет транспорт. Большое количество международных делегаций из разных стран тоже увидели, что из себя представляет транспорт второго уровня, который предлагает всему миру Анатолий Городич Юницкий. Целый ряд центральных каналов в новостях показывал, скажем так, новости развития данного проекта. Были целые тематические передачи, как на центральных каналах телевидения, так и на региональных телевизионных каналах. И тема этих передач была как раз-таки транспорт Юницкого. Важно, что Анатолий Городич не опустил руки и продолжал вести работу по внедрению своей технологии. Ну, а для того, чтобы не быть голословным, да, чтобы подтвердить свои слова, то, что Анатолий Городич Юницкого был свой полигон, то, что технология была продемонстрирована, то, что о ней говорили в разных средствах массовой информации. Я вам сейчас включу ролик двухминутный, который продемонстрирует то, что действительно технология была показана миру, да, то, что она не является тайной за семью замками, то, что уже большое количество людей посвящены в то, что существует данная технология. Ну, а после этого ролика мы с вами поговорим кратко о четвертом этапе, о преимуществах технологии, о том, что проделано, и перейдем к предложению уже непосредственно компании Skyway Capital. Итак, ролик двухминутный и двигаемся с вами дальше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 решает какие проблемы. Там и социальная сфера затронута, и экономика, и много других направлений. Мы часто говорим о безопасности. Это действительно, наверное, одно из самых важных преимуществ по сравнению с теми видами транспорта, которые мы имеем. Потому что людские потоки и транспортные разведены по уровням. Запас прочности в путевой структуре, по которой будут передвигаться транспортные средства, минимум десятикратный. Каждое транспортное средство будет снабжено специальным противосходным устройством, что не будет позволять переворачиваться на струйных рельсах. Ну и еще целый ряд преимуществ, потому что это будет абсолютно ровная путевая структура, не будет сварных швов, то есть, скажем так, ехать будет комфортно, низкий уровень вибрации и так далее. Огромная экономия строительных материалов. То есть на одном километре дороги, если просто посчитать, то порядка 500-750 тонн стали экономится на одном километре. А в планах нашего генерального конструктора построить десятки миллионов километров в этом столетии по технологии, разработанной им же. Что еще хотелось бы отметить? Вы знаете, часто люди говорят о том, что вот как это так, там высочайший уровень автоматизации мы говорим, да, то есть фактически данные транспортные средства будут передвигаться в автоматическом режиме, человеческий фактор будет сведен к нулю, как это страшно и так далее, и так далее. Но смотрите, я уже приводил пример на одном из вебинаров, что у меня сын ездил на два месяца на практику в Евросоюз, он был в Брюсселе, и в выходные дни ему удалось съездить в город Лиль, это Франция. Так вот, в городе Лиль он ездил в метро, сидел на первом сидении, и в этом метро не было машинистов, то есть там все в автоматическом режиме. И буквально сегодня, когда я ехал на работу, я услышал новость. Вы можете, кстати, ее найти на сайте РБК. Говорится, что сегодня, с сегодняшнего дня, тестируется первый состав в Москве на кольцевой линии метро, которым управляет автопилот. Пока у него машинист будет сидеть рядом, на всякий случай. И в ближайшее время планируется еще два состава таких на кольцевую линию вывести и посмотреть, протестировать, как это будет делаться. Поэтому мы с вами как бы не хотели, и наоборот, если мы сильно хотим, мы все равно придем к тому, что управлять, наверное, транспортом будет уже не человек, потому что, вы знаете, человек может устать, у человека может быть измененное состояние сознания, он может отвлечься и так далее, и так далее, и так далее. Часто это приводит, к сожалению, к трагедиям. Вы знаете, что ежегодно в мире погибает порядка миллиона человек в автомобильных катастрофах. Как говорит Анатолий Дарвич Юницкий, что автомат Калашникова за последние там нескольких десятилетий гораздо меньше боли и, скажем так, горе принес человечеству, чем автомобиль. То есть автомобиль это универсальное орудие убийства, к сожалению, да, как бы его безопасно ни делали, особенно автомобиль, который собирался долгие годы на территории Советского Союза. Я ни в коем случае не кидаю, скажем так, камни в сторону, скажем так, людей, которые работали на этих заводах и так далее. Но, к сожалению, те технологии, которые мы с вами обладали и выпускали эти автомобили, их безопасными назвать совсем нельзя. И как когда-то выражался Николай Фоменко, вы знаете, да, такого певца, хохмача там и так далее, который на русском радио приводил какие-то примеры. Я помню, лет 15, нет, меньше, наверное, лет 10 назад видел передачу по телевизору, потому что сам Фоменко, он еще и автогонщик. И там шло как раз обсуждение, надо ли вливать большое количество денег в поддержку отечественного автопрома, или просто взять западные технологии на наших предприятиях, установить, скажем так, оборудование Запада, пусть западные фирмы, скажем, владеют этими заводами, мы будем производить нормальные автомобили. Так вот он назвал, как там речь шла о шестерке, он говорит, шестерка, это даже, говорит, не труповозка, да, он так назвал, а крематория на колесах с точки зрения безопасности. Вот никого не хочу обидеть, но, к сожалению, это так. Итак, коллеги, преимуществ огромное количество, вы сможете более подробно с ними ознакомиться и на сайте, и, скажем, и на сайте компании Skyway Capital. Важно, наверное, отметить следующее, да, то есть у нас вот ключевым, наверное, годом оказался, который сдвинул, ну, все, что происходит в нашей технологии, скажем так, и покатился на шар, или снежный ком, который сейчас наворачивается, увеличивается, мы все быстрее двигаемся в направлении демонстрации строительства экотехнопарка, сертификации транспорта. Ключевым стал 15-й год, потому что произошло много событий, да, но были важные события в Вехе, в 14-м году, как я говорил, прошло большое количество конференций в целом ряде регионов и стран, да, на которых данная конференция называлась «Русский прорыв». Вот, именно так преподносилась информация о технологии Анатолия Дарчуницкого. Именно в 14-м году, в мае месяце, на территории Республики Беларусь было образовано наше научно-производственное предприятие, то есть появились первые конструкторы, которые сегодня уже, скажем так, больше сотни. Вот. В 15-м году основные вещи здесь написаны на складе, окончательно определились с участком местности, да, с участком земли, на котором мы планировали строить экотехнопарк, то есть нам на территории Республики Беларусь предложили участок площадью 36 гектар, но предложили-то его, конечно, в конце декабря, в начале января 2015 года, но за него еще надо было побороться. По законам Республики Беларусь необходимо было, скажем так, выиграть тендер, который состоялся еще, аукцион, точнее, в июне месяце, да, но за это время специалисты нашей компании, конструкторы уже разработали первые эскизы, что и как будет выглядеть на конкретном участке местности. Вот. 24 февраля начала свою деятельность компания Skyway Capital в 2015 году. В апреле месяце были проведены конструктивные и полезные переговоры на территории Арабских Эмиратов, мы об этом много говорили раньше, да. В июне месяце окончательно определились с участком местности, потому что на аукционе, который состоялся 22 июня, данный участок местности был закреплен за компанией струнной технологии, которую руководит Анатолий Дородич Юницкий. И данная земля находится в Пуховичском районе, в Минской области, недалеко от города Марина Горка. 29 числа была осуществлена регистрация этого договора в Едином государственном регистре недвижимого имущества Республики Беларусь. Вот таким вот образом. В июле была закончена реструктуризация группы компании Skyway. Да, мы перерегистрировались на территории Британских и Вирджинских островов, перешли на реализацию пакетов наших долей компании в долларом эквиваленте. Те люди, которые стали инвесторами в 2014 году и в 2015 году до момента окончания реструктуризации, получили подарок от Анатолия Дородича Юницкого. Как он обещал, стали они совладельцами всей интеллектуальной собственности. То есть количество акций, которые они купили, было увеличено на определенный коэффициент. В конце июля были осуществлены первые работы на территории экотехнопарка будущего. То есть сначала, скажем так, зачистили территорию. Был субботник, на котором мне самому довелось участвовать. В августе месяце началось строительство. То есть сначала были проведены, скажем так, изыскательные работы, то есть исследовались грунты, почва, на которой будет осуществляться строительство. А потом уже началась конкретно стройка. В сентябре специалистами группы компании Skyway был получен международный инфекционный код ценной бумаги, так называемый iSIN. Вы видите его сейчас здесь, где можно, скажем так, посмотреть на сайте. На этом сайте вы можете найти огромное количество компаний, известных во всем мире, которые тоже проходили данную процедуру, и их акции на сегодняшний день котируются на целом ряде международных бирж крупных в мире. В сентябре месяце наше предприятие на территории Республики Беларусь посетило делегации из Австралии. То есть в начале лета специалисты компании МДО изучили, скажем так, материалы, что есть такая технология. А в сентябре вместе с Родом Хуком, он возглавлял данную делегацию, он руководит этой компанией, приехали посмотреть вживую, что уже на сегодняшний день сделано, пообщаться с генеральным конструктором с Анатолием Идаровичем Юницким. И после нескольких дней общения, переговоров, они уехали с твердым намерением осуществлять строительство данных дорог на территорию Австралийского континента. И вот буквально недавно была новость, что там работы ведутся активно, то есть была произведена оценка предварительной стоимости, во что это будет вылета. И люди продолжают двигаться в этом направлении. Это тоже очень важно для нас. Буквально вчера прозвучала информация о том, что мы начали сотрудничество с правительством Ирландии, в котором предполагается даже стройка и Ирландии, это те же британские острова, вы знаете, кто-то знает географию. То есть работы ведутся, у нас есть большое количество предполагаемых адресных проектов, но важно отметить еще следующее, то что в октябре месяце состоялась торжественная закладка нулевого километра дороги Skyway. Вы видите на слайде внизу фотографию, где изображен нулевой километр. Была осуществлена выставка деревьев, то есть у нас большое количество инвесторов приняло участие в акции «Посади дерева». Прошла международная конференция в городе Минске, на которой выступил Анатолий Дарович Юницкий, где он озвучил то, что проделано и какие планы нас ждут в ближайшее время. Также осенью 2015 года вместе с Пуховичским райисполкомом компания «Струнные технологии» выиграла тендер, то есть по программе «Зеленая экономика Республики Беларусь» было выдвинуто несколько проектов, там по-моему пару десятков, между которыми была распределена сумма 5 миллионов евро. То есть часть этой суммы досталась нашей компании, это вот то небольшое вливание внешнее, которое пришло помимо краудинвестинга в развитии нашего с вами проекта. Ну и очень важной вехой в прошлом году в конце ноября месяца стало применение нового инвестиционного продукта, то есть сам по себе краудинвестинг считается инновационной технологии в мире инвестирования. А мы еще применили, наверное, впервые, не знаю, скажем так, я не проводил маркетинговые исследования, то есть приобретение пакетов либо долей компании в краудинвестинговом проекте в рассрочку. И это отразилось большим плюсом, потому что мы можем видеть, как компания, какие денежные средства к нам придут в ближайшие месяцы, потому что люди приобретают пакеты акций в рассрочку либо на 6, либо на 9, либо на 10 месяцев. То есть можно заглядывать вперед и примерно знать, какое количество денег нам придет и как их распределить. А вы, если вы занимаетесь еще и построением партнерской структуры и зарабатываете деньги на сегодняшний день, мы об этом поговорим немножко позже, у вас появляется возможность наперед видеть то количество денег, которое вы заработаете сейчас, не дожидаясь выхода компании на мировой транспортный рынок с технологией, когда мы ее покажем, либо на мировой рынок инвестиций. То есть это огромный-огромный плюс. И то, что у нас данная схема действует, я тоже очень рад, я вижу каждый день результаты движения по данному выбранному маршруту приобретения пакетов акций в рассрочку. Очень важная веха. Вчера была озвучена лично Анатолий Даровичем Юницким. Это уже произошло в 2016 году, 11 февраля. Вы видите, да, скажем так, две странички, которые взяты из протокола заседания экспертного совета по повышению инновационно-государственных закупок в сфере транспорта. Вот это состоялось 11 февраля. Было сделано заключение то, что технология Анатолия Эдуардовича Юницкого, вы видите, здесь написано, да, экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации признал струнную технологию Skyway, действующий образец которой сейчас строится на территории Республики Беларусь, в Минской области, то, что мы с вами говорили, инновационный. Это значит одно из крупнейших, сильнейших и влиятельных государств, действительно Россия большое государство, ее признают, да, один из крупнейших государств в мире, подтвердило жизнеспособность, перспективность нашего проекта. Это говорит о том, что наш авторитет вырос, да, это не говорит о том, что мы теперь будем, скажем так, совершенно безбедно и без проблем развиваться, нет. Никто нам ничего не обещал. И действительно эксперты удивились в первую очередь к тому, что им было продемонстрировано, что проделано за полтора года, что построено, да, на сегодняшний день в Республике Беларусь. При этом не взято ни копейки из кармана какого-либо государства, и ни один крупный инвестор, ни одна крупная компания, там, венчурный фонд, либо кто-то еще не влил сюда ни доллара. Вот это больше всего удивило экспертов, да. Вот таким вот образом. Это очень важный момент. И сейчас, кстати, я вам сюда в чат сброшу текст этого заключения, сразу хочу сказать следующее, коллеги. У нас некоторые люди, читая данный документ, читают только первую страницу, да. Там несколько страниц, поэтому, прочитав, скажем так, информацию о первом проекте, которую, экспертную оценку, которую дали эксперты Минтранса, да, дочитайте до конца. Мы там идем под пятым пунктом. Вот вы видите пять, да, рассмотрение заявки за островные технологии. Дойдите до этого места, а не падайте в обморок от того, что вы прочтете информацию о каком-то моющем средстве. Хорошо? Итак, коллеги, в принципе, это та информация, которую я вам хотел дать непосредственно по технологии, разработанной Анатолием Даровичем Юницким, но добавлю еще следующее. У нас есть планы серьезные, амбициозные на 2016 год. Сейчас идет строительство полным ходом экотехнопарка. У нас уже поставлены все промежуточные опоры, необходимые для демонстрации городского транспорта. Ведутся работы по созданию уже подвижного состава. В дальнейшем, в ближайшее время, мы приступим к работам по созданию грузовой трассы. Есть вероятность, что в 2017 году мы успеем тоже построить с грузовыми терминалами погрузочными и разгрузочными. У нас будет продемонстрировано здание вокзала. Это первая анкерная опора, которая сейчас продолжается работа под ее возведением. Важно, что будет продемонстрирован городской, как подвесной, так и навесной вид транспорта. Грузовой такой же, подвесной, навесной. И будут начаты работы на создание высокоскоростного Skyway. То есть нам нужен 15-километровый участок. Но для этого мы планируем в октябре месяце продемонстрировать уже законченную городскую трассу. Пригласить специалистов, пригласить руководителей разного уровня. Пригласить людей из правительства. В первую очередь, наверное, Республики Беларусь. А возможно, это будут губернаторы различных областей и Российской Федерации, может быть, даже других стран, если изъявят желание. Продемонстрируют данный транспорт. И на основании того, что мы покажем, высока вероятность, что нам дадут еще участок земли, 15 километров протяженностью, где мы сможем построить еще и высокоскоростной Skyway. То есть, по сути дела, каждый день нас ведет к тому, что мы все ближе и ближе к тому моменту, когда сможем продемонстрировать данный вид транспорта. И потом провести сертификацию. Дальше мы выходим на мировой рынок транспорта, на мировой рынок инвестиций. И вы знаете, огромное вам спасибо за то, что принимаете в этом участие. Помогайте нам привлекать инвестиции. Сами растете, сами двигайтесь к этому направлению. Прилагайте свои физические, духовные, моральные усилия для того, чтобы все, что мы сейчас говорили, чтобы это было реализовано. Единственное, прежде чем перейти к предложению компании Skyway Capital, я бы хотел все-таки вам продемонстрировать, что сегодня строится на территории Республики Беларусь. Я даже не полностью ролик поставлю, чтобы у вас было представление, что из себя представляет Эко-технопарк. И посмотреть ролик, который покажет, что проделано. Здесь знакомство с участком местности и что на нем будет построено. И короткий ролик, который вам покажет, что реально установлены все промежуточные опоры. И то, что мы уже близки к тому, чтобы начать, скажем так, фермы, да, возводить между этими опорами, натягивать струны и потом уже подвижной состав. Итак, коллеги, ролик об Эко-технопарке. Сразу вы, кстати, сможете сравнить, если вы видели ролик, который был у нас где-то минут 15 назад про полигон в подмосковном городе Озера, как выглядел струнный транспорт тогда. Зил-131, да, который сбегал вверх по 150-метровой эстакаде. И то, что мы строим сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Городская трасса SkyWay А сейчас я вам хочу поставить короткий ролик, который продемонстрирует, что у нас уже сделано. То есть это снято непосредственно на территории экотехнопарка. Ну, это не прямой эфир, конечно, да, то есть это было снято порядка недели назад, но тем не менее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помимо того, что у нас ежедневно ведутся работы на территории экотехнопарка, вы понимаете, да, то есть специалисты нашей компании, непосредственно сам Анатолий Дарвич Юницкий лично осуществляет авторский контроль над производством необходимых, скажем так, материалов, оборудования на целом ряде предприятий того же города Минска, да. Итак, друзья, то есть информация, которая была и касалась технологии, мы на этом останавливаемся, да, то есть намного более подробно развитие технологии транспорта Юницкого рассказывает Александр Мунко по понедельникам в 13-20 часов и на домашних встречах, да, которые проводят семейные встречи по воскресеньям. Также у нас подробно проходят вебинары для новичков, которые хотят разобраться в технологии, это по средам, днем, да, и для тех людей, кто уже в проекте, рассказывается по средам перспективы, что проделано, что нас ждет в ближайшее время, это, как правило, проводят Алексей Суходов и Сергей Сибиряков. Компания Skyway Capital, как я сказал, она начала свою деятельность 24 февраля 2015 года, как сейчас помню, это первая презентация, которую мы проводили, еще находясь в другом офисе здесь, в городе Москва, у компании есть своя миссия, как у большинства компаний, работающих на международном рынке. Это обеспечение финансирования новой мировой системы транспортных сообщений, объединение ожиданий людей всего мира в комфортном, высокоскоростном, доступном, безопасном, экологически чистом виде транспорта, и при этом мы еще создаем благоприятные условия для реализации потенциала каждого своего инвестора, в особенности тех людей, которым интересна тема финансовой независимости, которые готовы двигаться в направлении этого состояния, предпринимать простые шаги, потому что ничего сложного делать для этого не нужно. Вот над этим и работаем. Основная цель, как вы поняли, это привлечение необходимого объема инвестиций для реализации прорывной технологии, которая сейчас называется «Небесные дороги», «Скайвэй», разработанной Анатолием Даровичем Юницким, и аналогов этой технологии сегодня в мире нет. Мы работаем по системе краудинвестинга, об этом мы говорили в начале нашего вебинара. Кстати, эта система доказала свою деятельность не только в нашем проекте, уже есть огромное количество примеров удачного краудфандинга, то есть это сбора денежных средств, например, от физических лиц, либо пожертвований, причем без каких-либо дополнительных условий, на реализацию каких-либо новых технологий, либо каких-либо проектов. Одним из проектов можно назвать запись нового альбома Борисом Гребенщиковым. Я думаю, многие из вас знают этого исполнителя. Он осенью этого года обратился к своим слушателям и сказал, что ему нужно порядка 3 миллионов рублей, для того, чтобы записать новый альбом. Вы знаете, он меньше, чем за 4 дня собрал сумму более 4 миллионов. То есть вот так вот получается действует краудинвестинг. И наша задача посредством краудинвестинга, предоставлением вам возможности информировать окружающих вас людей, зарабатывать при этом, скажем так, небольшой процент от тех денег, которые вы привлекаете, и финансировать строительство экотехнопарка на территории Республики Беларусь, что, соответственно, будет способствовать выводу нового инновационного доступного безопасного транспорта на мировой рынок. Задача, которую мы перед собой ставим здесь, действуя, это привлечение максимального количества инвесторов в наш проект и, соответственно, максимального количества инвестиций на базе микрофинансирования. Как я уже говорил в начале нашего вебинара, то, что сегодня стать совладельцем технологии, стать инвестором нашего проекта может фактически любой человек, относящийся к разным социальным слоям общества, так можно сказать. Причем никого не хочу обидеть, но и студенты, и люди пенсионного возраста, у которых пенсия далеко, скажем так, небольшого размера, к сожалению, так почему-то происходит в нашей с вами жизни, могут стать совладельцами какого-либо пакета долей компании. Начинаются инвестиции у нас от 15 долларов США. Это тысяча с небольшим рублей Российской Федерации. То есть вы уже можете купить минимум 795 штук акций, и предполагаемая цена стоимости каждой акции в 2017 году, когда мы выйдем на международный рынок транспорта и инвестиций, будет составлять 1 доллар США. То есть, по сути дела, проинвестировав сегодня 15, на выходе можно иметь 795. Далее, наша задача создать благоприятные условия для вас, как для инвесторов, и для привлечения инвестиций. То есть все действия, которые мы предпринимаем, они прозрачны, сделают для вас максимально удобным, скажем так, тот инструмент, который позволяет вам стать инвестором, это личный кабинет на нашем сайте. И на сегодня, в принципе, любой человек, не одеваясь с утра, не чистя зубы, например, не выпив стакана воды, может зайти в интернет, если у него дома такое имеется, если есть устройство, позволяющее выйти в интернет, зайти в личный кабинет, выбрать пакет, который он считает нужным, оплатить его и стать совладельцем технологии, разработанной Анатолием Даровичем Юницким. Пока еще такая возможность есть. Потому что после заключения, о котором мы с вами говорили, уже появились, скажем так, крупные инвесторы, и Анатолий Дарович Юницкий вчера в Минске проводил встречу с инвесторами из-за рубежа, когда нам более подробная информация будет дана, мы вам расскажем об этом. То есть могут сейчас технологии прийти те самые большие деньги, которые нам необходимо собрать, а речь идет от 300 до 500 миллионов долларов США, для того, чтобы построить вот эти три комплекса, грузовой, высокоскоростной и городской на территории Минской области, провести сертификационные работы и выйти на мировой рынок уже с технологией, которая сертифицирована. Так вот, стали появляться инвесторы крупные. И недалек тот час, что именно движение по схеме краудинвестинга на время может быть прекращено. Почему? Потому что придут необходимые суммы инвестиций, которые нам нужны, да, все четко просчитано. Почему 15 этапов? Там просчитано на каждом этапе, какая сумма инвестиций нам нужна для того, чтобы выполнить целый ряд работ. Так вот, деньги могут прийти сейчас, соответственно, скажем так, те, кто успел стать совладельцем технологий, в дальнейшем будут получать доход от каждого, скажем так, от каждой дороги, которая в своей основе будет иметь технологию, разработанную в Ницке. Те, которые придут после и будет открыто, возможно, снова движение по краудинвестинговой схеме, у них будет возможность только проинвестировать денежные средства в отдельно взятые адресные проекты. А те, кто сегодня уже стал совладельцами технологий и владеет каким-либо пакетом акций, либо станет им в ближайшее время, потому что надо торопиться. Действительно, сейчас информация очень сильно изменилась. У нас есть заключение уже серьезных государственных структур, уже, скажем так, люди далекие от транспортной отрасли, от мира инвестиций, просто так отмахнуться не могут, сказать, что все фигня, вам 38 лет вы внедряете и ничего у вас не получится. На нас обратили внимание, государственная структура, которая непосредственно отвечает за транспортную отрасль, поэтому нам есть, что показать тем, кто вчера нам не верил. Они могут дальше не верить, но в итоге останутся, скажем так, с тем, что у них есть. Те, кто сейчас вам поверят, они могут стать еще со владельцами какой-либо долей компании и в дальнейшем получать серьезный доход. Конечно же, задача, которую мы ставим сегодня перед собой, это обеспечить максимальную прозрачность своим действиям, чтобы вам легко было разобраться и снабжать вас всей необходимой информацией о развитии технологий, развитии компании Skyway Capital, о тех новостях, которые у нас появляются, о тех промо-акциях и многих других моментах, которые необходимо доводить до наших инвесторов. Этим мы занимаемся каждый день. Опять же, условно реализацию проекта Skyway в целом можно разбить на четыре части. Самое важное, это своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа. Вот тут мы говорим сейчас о шестом этапе, то есть 15 этапов, у нас есть четкий план, следуя которому мы должны поэтапно пройти и реализовать данную технологию, это строительство экотехнопарка, вторая важная задача. Далее уже будет у нас реализация адресных проектов и получение прибыли в каждом инвесторе. Если кратко подвести итог, то важные пункты. Компания официально зарегистрирована в Великобритании, вы можете, лично убедившись на первом слайде, который у нас был, найти код, зайти на сайт официального регистратора на территории Великобритании, прочитать информацию о компании First Skyway Invest Group. Так она называется. Skyway Capital – это торговая марка нашей компании. Возможность инвестировать в наш проект имеют люди, проживающие фактически на всей территории земного шара. Приобретая пакеты акций компании Skyway Capital, вы становитесь владельцами непосредственно самой технологии и вас через короткий промежуток времени, заносят в реестр компании. Инвестором у нас могут стать и физические, и юридические лица. И очень важно то, что сегодня у нас реализовано уже и работает 24 часа в сутки, круглосуточная информационная поддержка. Каждый из вас сегодня имеет возможность капитализации своих денежных средств за короткий временной промежуток, ближайшие 3-5 лет, более чем 5000%. Это если брать по минимальному пакету. Если дальше мы будем двигаться, там и более 6000-7000, когда-то эта цифра может стать и 1000. То есть, каждым переходом на новый этап рисковое сложение в наш проект становится все ниже. И дисконт, уровень доходности на пакетах акций, которые приобретают люди, он тоже становится меньшим. То есть, те люди, которые инвестировали в январе месяце 2014 года, рисковали больше всего. У них было только то, что говорил Анатолий Дарвич Юницкий, несколько роликов, документы, которых у него много действительно по той работе, которую он проводил Анатолий Дарвич Юницкий. Но те, кто поверил тогда, у них был максимальный уровень доходности. От 250 на минимальном пакете до 1500 раз. Сегодня этот уровень доходности от 53 до 500. Пока. Недалек тот час, я так думаю, что он изменится и будет не от 53, а от 50 и до 450. Поэтому внимательно следите за информацией. Сегодня самое лучшее время для того, чтобы сделать инвестицию в наш проект. В дальнейшем вы все сможете получать пожизненные дивиденды от тех дорог, которые будут построены и будут приносить прибыль. То есть, от каждого построенного километра дорог вам будут начисляться дивиденды. Есть, скажем так, инвестиционный меморандум. Каждый из вас может его найти, прочитать. Там сказано, что 20% от прибыли компании, которая будет на разных проектах, будет распределяться между 15% тех акций, которые выделены на E-RSS Holding, в котором мы с вами находимся. Соответственно, каждому человеку, кто сегодня стал совладельцем пакета акций, с этой суммой, с 20% от прибыли будет распределяться дивиденды. Сейчас каждый из вас может создать свой собственный бизнес благодаря партнерской программе, которая есть в компании Skyway Capitone. На данном слайде вы видите простой прайс-лист, который находится в разделе инвестировать личного кабинета каждого нашего партнера. На сером фоне обычные пакеты, которые не входят ни в какую акцию. Тот самый уровень доходности, о котором я говорил, от 53 до 500 раз. То есть вот это на этом фоне обычные пакеты. Любой человек может сегодня зарегистрироваться и выбрать себе какой-либо из этих пакетов. Каждый последующий пакет, вы видите, стоит больших денег. Например, возьмем этот столбик. Вот здесь стоимость пакетов от 30 и более. Пошла стоимость в долларах эквиваленте. В рублях рядом она посчитана. У каждого пакета есть свой уровень доходности, либо дисконт. Вот он здесь у нас показан в этом столбике. То есть от 53 до 500 раз на сегодняшний момент. Что следует еще отметить? У нас есть возможность приобрести пакет сразу по цене 1000 долларов США. Вы видите на желтом фоне. Пакет называется юбилейный. То есть если вы приобретаете данный пакет, у вас уровень доходности 300. Это очень выгодно купить, потому что с таким же уровнем доходности в обычном прайсе у нас находится пакет стоимостью 5000 долларов США. То есть вы тратите 1000 долларов, а уровень доходности у вас такой же. Помимо всего прочего, вам в подарок будет отправлена памятная монета с изображением нулевого километра дороги Skyway в Минской области. Есть пакет, который стоит 250 долларов с уровнем доходности 130. Сразу же вы видите на синем фоне. Вы приобретаете 32,5 тысячи акций. И еще одна возможность, о которой бы я хотел сейчас вам рассказать и сакцентировать внимание, я включу короткий ролик, который займет у вас буквально 2 минуты. И на этом ролике вам будет предложена возможность приобрести пакеты акций в рассрочку. У нас то, что я вам говорил, данная возможность имеется. То есть незначительные суммы денег ежемесячно, если вы готовы инвестировать в наш проект, на выходе вы можете получить очень серьезное количество акций, большой пакет в своем портфеле инвестиций в нашем проекте. Поэтому смотрим ролик и потом уже кратко подведем итоги всему тому, что я говорил. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Итак, коллеги, это то предложение, о котором я вам говорил. Это тот способ, на который мы перешли, точнее, новый инвестиционный продукт приобретения пакетов акций в рассрочку. Итак, партнерская программа. То есть вы можете сегодня, как я говорил, не таская тяжелых мешков, не делая тяжелых физических усилий, зарабатывать деньги и создать себе серьезный источник дохода, который ежемесячно может вам приносить так называемый остаточный доход. Если вы будете информировать людей, которые вас окружают, о том, что есть такой проект, и за это компания вам готова платить довольно приличные деньги. Здесь перечислены, скажем так, шесть преимуществ партнерской программы компании Skyway Capital. Завтра в 13 часов у нас состоится вебинар непосредственно по партнерской программе, где мы подробно разбираем проценты и то дополнение, которое у нас недавно появилось к маркетинг-плану. Одно хочу еще добавить. У нас в эту субботу, в связи с тем, что произошли изменения в графике отдыха людей и работы, в Российской Федерации 23 февраля является государственным праздником, и решением правительства было перенесено суббота, она стала рабочей на понедельник. То есть мы отдыхаем в воскресенье, понедельник и вторник. И в эту субботу состоится два вебинара. Один из них будет презентация, которую я вам сейчас рассказываю, это будет в 14 по Москве. А в 16 по Москве будет еще один вебинар, на котором мы будем рассказывать о партнерской программе. Поэтому партнерская программа завтра и в субботу в 16 часов. Я знаю, что много людей у нас работают где-то, у них не всегда есть время посмотреть презентацию, например, и партнерскую программу. Суббота. Вы вправе решать сами, как вам использовать время в выходные дни, но если вы готовы эту информацию послушать и пригласить большое количество людей в вашей структуре, которые могут где-то работать и не успевать на прямые вебинары, вы можете их пригласить на субботу, чему мы будем рады ответить на вопрос и дать вам информацию. Ключевые позиции партнерской программы, то что небольшая сумма инвестиций в 15 долларов, вам может принести высокий процент до 18 от ваших рекомендаций, непосредственно, если люди покупают пакеты по регистрации за вами и по вашей рекомендации, и от 0,2% до 7% с глубины до 20 уровня. У нас есть пятиступенчатая карьерная лестница, вы достигаете какого-то уровня и ниже вы уже не падаете, то есть у нас не надо подтверждать квалификацию, доказывать, что ты не верблюд, еще раз делать то, что вы уже сделали. Нет ограничений по количеству тех людей, которым вы можете дать информацию, зарегистрируйте их за собой. И бонусное вознаграждение сегодня по-прежнему начисляется у нас на бонусный акционный счет, чему мы в принципе довольно рады, потому что акционный счет это еще и подарки. Деньги вы вывести не сможете с него, но купить еще, увеличить, скажем так, количество акций в нашем проекте можете благодаря тому, что компания вам дарит эти денежные средства на ваш акционный счет. Помимо того, что живые деньги вам еще платятся на бонусный. Задача партнерской программы это привлечение до 300 миллионов долларов США в ближайшие два года в наш проект. Это вот та задача, которую мы перед собой ставим. У нас есть региональные партнеры на сегодня, то есть открытие региональных представительств. В дальнейшем мы планируем создавать адресные проекты и об этом, кстати, по четвергам вчера был вебинар, на следующей неделе снова будет. Владимир Маслов дает подробную информацию, как адресные проекты помогают нашему проекту в целом, как сработать в этом направлении и так далее. И в будущем, конечно же, мы прибыль будем и доход получать от реализации технологии конкретно в тех местах, где будут строиться дороги по этой технологии. По сути, это оптимизация всех бизнес-процессов на сегодня и в дальнейшем в том числе с целью привлечения максимальных инвестиций в наш проект. И у нас есть инструменты. Для каждого партнера, кто у нас зарегистрирован в личном кабинете и хочет зарабатывать деньги, в разделе инструменты партнера есть несколько пунктов. Первый из них – план вознаграждения. То есть то, о чем мы будем говорить завтра, у нас в принципе в виде рисунка и пунктов расписанных, что и за что вам платится, есть в личном кабинете. Вы можете, нажимая каждую из кнопок посмотреть, чтобы стать консультантом, лидером, например, мастером или экспертом, что необходимо проделать. Мало того, внизу на данной странице есть две ссылочки, и вы можете скачать непосредственно описание текстового маркетинг-плана, вы можете скачать слайды презентации. И уже, скажем так, если сами считаете себя способны донести информацию, у вас есть опыт, например, общения с людьми и рассказывать какие бы то ни было маркетинг-планы, вы можете рассказывать его на своем компьютере, демонстрируя маркетинг-план тем людям, которые вас окружают в формате, например, у кого-то в гостях, у себя дома, в офисе, возможно, и так далее. Кстати, для тех людей, которые строят партнерские программы, вот завтра об этом скажу и вам, наверное, сегодня на презентации, кратко. Вот мне буквально не то, чтобы осенило, но тем не менее. Смотрите, существует огромное количество партнерских программ, существует огромное количество компаний, которые используют партнерские программы с целью, скажем так, распространения той продукции, которая у них есть. Вот если есть у нас сейчас в этом, на вебинаре сетевики, да, так называют этих люди, поставьте, пожалуйста, плюсики. Я вам скажу следующее, да, большинство сетевых проектов, либо MLM-проектов, оно все включает то, что есть уже компания, у нее есть продукция, вы туда приходите как потребитель и просто способствуете распространению товарооборота. То есть практически ни одна из этих компаний не привлекла вас на тот момент, когда им требовались деньги, да, для того, чтобы вы могли проинвестировать в этот проект и в дальнейшем, будучи совладельцем этого проекта, получать какой-то процент от того товарооборота, который сетевая компания создает в разных странах. А вы знаете, крупных много. А у нас именно та ситуация, что вы приходите на тот момент, когда, скажем так, у компании есть продукт, он будет продемонстрирован через какой-то промежуток времени, и вы в дальнейшем, по сути дела, не занимаясь построением сети, что многие не любят, да, вы будете просто получать процент на те доли компании, которые вы сегодня приобретаете. Вот в чем разница между компанией Skyway, на сегодняшний день группой компании Skyway и огромным количеством сетевых проектов, которые существуют в мире. Итак, коллеги, следующий пункт, который можно отнести к инструментам, это реферальная ссылка. Реферальные ссылки, находящиеся в личном кабинете, ведут на несколько страниц в интернете про нашу компанию, лейдинг инвесторов, сайт компании. Вы их копируете справа, нажимая на кнопочку скопировать в буфер, да, и отправляете в социальных сетях своим друзьям, можете ставить статус в своих социальных сетях, по электронной почте. В общем, благодаря тем мессенджерам, которые существуют, важно только, чтобы вы не надоедали людям просто так и разбрасывали это везде, где попало, а давали тем людям, которым это может быть интересно. Это очень важный момент. Для тех людей, которые имеют свои интернет-страницы в виде блогов, сайтов, да, каких-то сайтов, одностраничников либо страниц в социальных сетях, где можно размещать HTML-код, у нас есть инструмент баннеры. Также у нас есть раздел новостей в разделе события, и каждая новость, которая размещается в этом разделе, является инструментом. Рядом с ней имеются кнопочки соцсетей, в которых вы можете быть зарегистрированы. Нажимая на эту кнопку, вводя короткий комментарий, вы можете разместить новость на своей странице. Люди с ней ознакомливаются, ваши друзья, в тех группах, где вы находитесь. Переходят по этой информации, ознакомившись с ней, могут перейти на сайт, ознакомиться с сайтом, либо с лейнингом партнеров, нажать кнопку регистрация, и это ваш реферальный партнер. То есть используйте данный инструмент, он дает свои результаты, поверьте мне. Также к инструментам можно отнести вебинары, вот такой, как сейчас проходит, потому что, в принципе, он ориентирован на то, чтобы вы приглашали новичков, и они получали первичную информацию. Не то, чтобы подробно о технологии, подробно о маркетинге, и вообще обо всем подробно, это нужно несколько дней, а кратко, чтобы у них проявился интерес, либо не проявился интерес. Вебинары по партнерской программе. У нас есть череда обучающих мероприятий, которые проводят лидеры нашего бизнеса, которые не так давно подключились к нам активно, но сейчас каждый день у нас фактически проходит и не по одному мероприятию, на которое вы можете приходить сами, приглашать ваших партнеров. Периодически у нас случаются акции, об одной из них вы видели ролик, то, что вы можете приобретать пакет акций в рассрочку. И у нас есть раздел в личном кабинете, который выводит вас на страницу, где вы можете посмотреть как раз-таки расписание данных вебинаров, то есть тех обучающих мероприятий, про которые я вам сейчас рассказал. Это мы сделали для того, чтобы у нас иногда люди говорили, что нам не доходит рассылка, мы не можем найти, где какой вебинар. В группе ВКонтакте не все, скажем так, могут попасть, потому что не все зарегистрированы именно ВКонтакте. Пожалуйста, в личном кабинете каждого партнера теперь есть страница, где вы можете посмотреть, когда и какой вебинар у нас проходит. И у нас есть возможность обращения в техническую поддержку, как со страницы сайта, если люди не зарегистрированы, не могут задать свой вопрос, и специалисты техподдержки ответят на эти вопросы. Либо из личного кабинета, если возникли какие-то трудности, специалисты нашей техподдержки с удовольствием вам помогут. Либо вы можете обратиться уже со страницы сайта, из личного кабинета. Непосредственно, нажав кнопку «Позвонить», вы прямо попадаете в рабочее время с 10 до 7 по Москве. Непосредственно в Москву специалисты отдела ОИП вам дадут информацию по тому вопросу, который у вас возник. Как я уже говорил, у нас есть возможность получения дохода и в третьем направлении стать региональным партнером и получать дополнительный процент с товарооборота, который вы создаете в той местности, в том городе, в области, в стране, в которой вы работаете как представитель. Для этого вам нужно будет связаться с людьми, которые непосредственно занимаются. Данная тематика – это Ирина Волкова. Как правило, вебинары по этой тематике у нас проходят по понедельникам для тех, кто хочет стать лидером и развивать бизнес в 19 часов. А во вторник в 11 часов конкретно ведется работа с теми людьми, которых, скажем так, привлекают к этой деятельности. В принципе, коллеги, все то, что я хотел вам рассказать, я рассказал. У каждого действительно из вас есть возможность стать участником крупного инвестиционного и инновационного проекта на сегодняшний день. В дальнейшем гордиться этим, передавать эту информацию детям, рассказывать потом, почему вы стали богатыми, благодаря чему. Я вам желаю всем стать богатыми, потому что вы приняли участие в нашем проекте. Как говорит Рэнди Гвейдж, начните создавать свой род, он имеет в виду, скажем так, успешный богатый, самого себя. Вот этого я вам хочу пожелать. Если у вас сейчас вопросов ко мне больше никаких нет, то я вам предлагаю, наверное, на этом закончить. Информацию сегодня, в принципе, дана достаточно. Запись вебинара.